Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как можно заполнить первую страничку в ежедневнике. Наверняка вы сейчас собираетесь или уже ведете ежедневник, поэтому нажали на это видео и у вас просто нет идеи для того, как можно заполнить эту страничку, чтобы она была красивая и каждый раз, когда вы открывали ежедневник, только вас радовало и у вас появлялось желание дальше заполнять ежедневник. И большинство, как только начинает ежедневник, предпочитает просто ее пролистывать, думают оставить на потом и в итоге просто она у них пустая. Первый минималистичный способ, если вы не хотите особо заморачиваться, то он идеально вам подойдет. Просто берем стикер и пишем дату начала ежедневника, можно написать свое имя и потом напишем, когда мы его закончили. В принципе, если вам надеется этот стикер, вы можете его отсюда отклеить и приклеить новый. Такой стикер всегда будет смотреться эстетично и красиво. Вторая идея сделать кармашек, в который можно будет класть наклейки, различные маленькие мелочи, фотографии и тому подобное. Например, вот такой вот кармашек, в него прекрасно помещаются все наклейки, всякие штучки для оформления и будет очень удобно носить с собой. Чтобы самим сделать такой карман, берем какую-нибудь плотную бумагу, я не советую вам брать самую обычную, у меня, например, есть бумага для скраббукинга. Ну, хотя вы можете попробовать с обычной, я не знаю, как она будет себя вести. Лучше, чтобы бумага была поплотнее, собственно и конверт будет держаться лучше. Берем клей, линейку и карандаш. Начинаем намечать наш конверт. Намечаем такой квадратик, делаете размер в зависимости от того, какого размера вы хотите сам конверт. Я делаю такой более-менее средний, туда, конечно, не поместится много всего, но для мелочей будет достаточно. Потом рисуем вот такую вот линию, собственно, ограничивающую наш конверт. Далее делаем вот такие вот штучки по бокам нашего конверта, то есть снизу и слева. Делайте так же, как я, делайте потом вот такие вот небольшие надсечки. И далее по этим надсечкам мы проводим линии. То же самое делаем и с другой стороной, полностью симметрично. Когда мы все это сделали, берем ножницы и вырезаем наш конверт по контуру. Теперь берем линейку и начинаем заворачивать наши концы. Делайте так же, как я. Делаем это так же по всем маленьким линиям. И потом мы просто формируем вот такую вот полоску. Просто смотрите, как я делала на видео. Клею сначала одну часть вот этой полоски, а потом уже буду проклеивать другую. Это нужно для того, чтобы сформировать бортики, на которых будет держаться наш конверт, проклеиваем в первый раз. И далее проклеиваем верхнюю полоску, чтобы она полностью закрыла наш край. Вырезаем ненужную часть, потому что конверт у нас будет вот такой вот диагональной формы. И так же можно вырезать какие-то ненужные детали. Такую же операцию мы проделаем и со вторым нашим бортиком. Снова его проглаживаем, делаем вот такие вот линии и проклеиваем в самом конце. Вот такой вот конверт у вас должен получиться. Теперь открываем наш ежедневник. Я его для наглядности клею на самую последнюю страницу, вы, конечно же, приклеите в самое начало. Это будет реально очень удобно. Хранить там всякие памятные прикольные мелочи, наклейки, какие-то конвертики небольшие, открытки. Теперь для любителей рисовать и покреативить я предлагаю творческое оформление первой странички. Если хотите сделать как у меня, то следуйте всем моим указаниям. Конечно, что-то вы можете сделать по-другому. Итак, сначала мы размечаем вот такой вот небольшой прямоугольник. Я его делаю примерно на всю страницу, оставляю только немного места по бокам. Далее, ниже этого прямоугольника я сделаю не такой же прямоугольник, а разобью его на две части. Итак, левая часть будет состоять из двух прямоугольников, одного поменьше, другого побольше. И справа сплошной прямоугольник, вы это можете сейчас увидеть. В заголовке я буду сделать стиль леттеринг. Сначала намечаю все карандашом, а потом закрашиваю черной ручкой. Также, если вы номеруете ежедневники, то снизу можно сделать вот такой вот хэштег и написать номер ежедневника. Но я их особо не номерую, поэтому я так делать не буду. Чуть левее, снизу мы пишем месяц, когда мы начали ежедневник и год начала заполнения. Вот такая красота у меня получилась. Мне очень нравится мой заголовок. Теперь я начинаю оформлять мои прямоугольники, но перед этим я хочу полностью обвести границы всех прямоугольников. В нижнем правом прямоугольнике мы будем расписывать наши цели и планы на этот год. Это будет очень удобно, так как каждый раз, когда мы будем открывать наш ежедневник, мы будем видеть наши цели и автоматически мы будем к ним стремиться. Следующая идея, в таком вот квадратике мы можем нарисовать свой портрет. Если вы хорошо рисуете или же я здесь буду рисовать какой-то милый рисуночек, в моем случае это будет собачка. Вот конечный результат. Снизу я написала также мотивирующее слово, можно здесь написать небольшую цитатку. Вот наши все планы, наши рисуночки и название. Если вам вообще лень как-либо оформлять эту страницу, то можно просто наклеить наклейки. Это простое и красивое решение, потому что наклейки, они всегда украсят любую страничку и сделают ее красивой. Здесь я беру уже, выбираю наклейки по настроению и наклеиваю их на первую страницу. Следующая идея, это написать мотивирующую цитату. На пинтересте полно всяких прикольных цитат, как на русском, так и на английском. Я выбрала вот эту вот. Сначала намечаю границы для моего текста, чтобы он был ровно, просто расчертиваю линии. Потом начинаю писать сами буквы. Делаю это очень осторожно, потому что в принципе я их не расчерстивала и как бы делаю с первого раза. Трекер настроения. Это на самом деле очень классная вещь. Сейчас я расскажу, как его можно сделать. Намечаю вот такой вот прямоугольник практически на всю страницу. Делаю отступы снизу побольше отступ, а сверху совсем маленький. Конечно, это можно сделать сразу черной ручкой, но карандашом получится гораздо аккуратнее. И в принципе мне это удобнее делать линейкой, так как у меня не получается все сделать с первого раза идеально ровно. Вот так вот у вас должно получиться. Теперь сверху я пишу заголовок, это будет mood tracker. Пишу mood разными такими вот фломастерами, брашпенами. А tracker я уже напишу черная ручка, я не знаю, как называется этот стиль письма. Это же не lettering, но вроде что-то похожее. Для красоты я добавляю звездочки по всему периметру, их можно раскрасить, а можно оставить просто так. Трекер настроения у нас будет в форме пазла, поэтому я делаю 7 рядов и 5 колонок. Так идеально вместе со все числа месяца, только на 31 останется снизу самая последняя клеточка, то есть самый последний седьмой ряд. Когда я нарисовала все части пазла, я начинаю расставлять даты. Вот такая вот красота у меня получилась и снизу я делаю уже расшифровку моего, так скажем, настроения. То есть каждый цвет мне будет отвечать за какое-то настроение. Например, зеленая это усталость, красная это будет суперское настроение и тому подобное. Потом вы можете уже смело приступать к заполнению трекера. На этом мое видео подходит к концу. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok